я тут на протяжении так сказать какого-то времени выписывал цитаты просто где-то встречал в книгах там в статьях сам-то я там хотел как-то поговорить ну давай я их тебе расскажу а ты уже раскроешь как ты это видишь как я понимаю да вот в компании когда встречаются своими словами скажу в компании когда встречаются много разных людей совершенно различных да по эмоциям по психологическому там интересам как создать хорошую психологическую атмосферу в этой компании или вообще не нужно ничего делать пускай компания сама ну допустим к тебе все пришли вот так ты хозяин дома ты всех пригласил что необходимо сделать чтобы компания чувствовала себя комфортно хорошую для психологическую атмосферу или вообще не пустить на самотек и пускай сами как ты считаешь интересный вопрос обычно ты как делаешь обычно как я занимаюсь кухней они занимаются собой я там люблю плов это всех объединяет хорошо готовить плов поэтому не знаю все как-то интуитивно просто интересный вопрос просто не говорил что вопросы будут простые если люди все из нашей компании всегда найдутся темы для разговоров всегда будет комфортно а вот вот разные люди медведь за тобой побежал а я в лес спрячусь а нет леса как нет лес такой нет деревьев ну что ты ты как-то будешь что-то предпринимать или и что или нужно ли вообще что-то предпринимать или не нужно тут ответов нет можно не подсматривать я не смотрю да я смотрю на него такой прекрасный день а вы задаете такие вопросы откуда такие вопросики вы себя держите нужно чтобы каждый о себе рассказал то что ты не допросишься да 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 а ты еще о себе голую правду что отвлеченная тема разговора остается да да я не знаю что если есть сама если необходимо конкретно что-то сделать да вот тоже конкретно вопрос нет не конкретно что сделать просто отмазал я чувствую часть радостно психологически анекдоты юмор с вот это в эту сторону да ну а как хорошо еще раз повторяю нашим зрителям что это что это видение и мнение евгений анатольевич и она не всегда может совпадать с сменением редакции юмор всегда сближает это да вот еще такая фраза самое главное во вселенной восстановление равновесия вот как ты понимаешь это восстановление равновесия во вселенной мне кажется что вселенная равновесно априори и не нуждается вновь у него всегда баланс присутствует также взрывы там сверхновых звезд войны есть планете земля если взрывы это значит где-то происходит рождение а если война на планете земля то где-то тоже зарождается что-то то есть ты хочешь то что мир мир он все всегда в балансе но если бы мир был бы всегда в балансе не было бы слишком радостных чрезмерно там укуренных да безумно безумцев радостных и горя так такого где люди от горя с ума сходят однако же перегиба то вселенная подразумевается и этим и это мелкотня событий тоже однако же он есть но это этапы этапы все равно все идет по спирали по спирали идет то есть если где-то сейчас какие-то катастрофы то на следующем витке будет подъем то есть это ну то есть идет она по какой-то синусоиде по спирали но это есть такое мнение не обязательно что она истинно хорошо перейдем к следующему следующий так сказать где-то я вычитал такое что если сложить темное прошлое со светлым будущим то получится серое настоящее хорошие вопросы у вас подготовлены борисович темная про ферс если сложить темное прошлое со светлым будущим то получит получится серое настоящее а как жить сразу светлым настоящим интересно не думать не о прошлом и не о будущем. Тогда ты будешь жить в настоящем. В светлом? В настоящем. Вот слово есть настоящее, какое оно бы ни было. Светлое, хорошее, оно есть настоящее. Специально пытаюсь запутать. Все мозги разбил на части, все извилины заплел. И канатчиковые власти колят нам второй укол. Вот есть такое еще мнение, что тебя не просят, не помогай. Поговорка, не поговорка. Очень много раз я встречал, беседовал с людьми, что твоя помощь, в принципе, никому не нужна. Если тебя не попросят, то самому ничего делать не надо. Как ты это видишь? Соглашусь. Есть такая еще пословица «Добра, добра не ищу». Не делай добра, не получишь зла. Ну и как? Ты согласен с этим? Нет, не согласен с этим. Что если не... Ну что? Надо? Помогать людям, если они просят или не надо? Если не просят? Они не просят. Так если они не просят, значит, ему и помощь, по сути, не нужна. Ну, если ты видишь, что этот человек не просит, а ему необходима эта помощь, то надо как-то сделать так, чтобы он этой помощи не увидел, но сделать все, чтобы ему из этой ситуации выбраться. То есть все-таки надо помогать, если не просит? Или не надо? И все-таки надо помогать. Помогать, не насаждая свою, и не насаждая свою вот эту помощь. Ну, как-то... Не знаю даже... Видите, сколько непростых, на самом деле, вопросов, которые существуют вот в этой нашей жизни с вами. Никто никогда не задумывается, в принципе, о таких вроде простых моментах и не ставят какие-то приоритеты, точки, так сказать, отправные. Так что тут еще мнений-то может быть много. Не даром поговорки говорят, что не делай добра, не получишь говна. Так. Там у нас еще пишет. Пишет. Хорошо. Так. Как-то относится к такому мнению, что редкие люди способны слышать, что им говорят. Тоже, в общем, такое субъективное мнение. Слышать, что от кого. Мы все настолько разные, что всегда информацию воспринимаем со своей стороны. Слышим от кого, что, чего. Мы в любом случае слышим свое и понимаем, принимаем свое со своей стороны, со своей оценки. То есть, даем оценку со стороны своего опыта. То есть, человек, может быть, спрашивает об одном и хочет услышать другое. но мы даем ответ лишь со своей стороны оценку. То есть, со стороны своего опыта. И тут говорить, слышать, услышать. Мне кажется, что каждый слышит по-своему. Вообще. Принимает информацию. Вот так, да? Я думаю, да. Так. Ну, давайте еще крайний такой момент. Часто встречал в разных интерпретациях такую смысловую, значит, фразу. Не просрите свою жизнь, не тратьте время впустую. Как ты это воспринимаешь? Опять же, такое... Не тратьте время впустую. Опять же, для кого? Для чего? Это тоже... Очень субъективное мнение. Ну, вот мы сидим с тобой, болтовнёй занимаемся, а могли бы пойти на огороде, допустим, поработать. Вскопать грядки. Да. Пользу принести. Прибить что-нибудь. А мы вот сидим болтаем. Мы уже занимаемся важными вещами. Рассказываем людям, что можно вот так прожить жизнь. Нет, ну ты раскрой фразу. Что значит не тратить жизнь впустую? Не тратить жизнь впустую. Мне кажется, жизнь не может проходить впустую. Она все равно... Она все равно для чего-то. Для чего-то ты же делаешь. То есть это твой путь. Ты проходишь свой путь. Ну, а допустим, наркоманы какие-то вот там... И за дня в день и утром расширнулся. На весь день свободен. Он в пустую или нет? Он не в пустую. Это его опыт. У каждого свой путь. И каждый накапливает свой опыт. Значит, его душе это необходимо было, чтобы... Какие-то выводы сделать. То есть ты сейчас оправдываешь наркоманизм, я так понимаю? Я никого не оправдываю. Алкоголизм оправдываешь? У каждого свой путь. Алкоголизм? Да. Алкоголизм не оправдываешь. Нет, не оправдываешь. То есть если алкоголик с утра, так сказать, выпил и все, он тоже не тратит свою жизнь на стол? Нет, конечно. Значит, это ему нужно. Какая интересная... Заметьте, не я это предложил. Пойдемте. Довольно. Продолжение следует...